Привет, друзья! Российские оккупационные войска на третий год войны сталкиваются с ощутимыми проблемами в восполнении потерь, как в живой силе, так и в технике. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Хотя, в принципе, с этим разбираться толку никакого, потому что, ну, это факт. И про людей, и про технику. Россия, которая может воевать вечно, Россия с ее 30 или 40 миллионами мобилизационного резерва, с ее бездонными складами еще советского вооружения, боеприпасов, с ее казенными заводами, выпускающими миллионы снарядов, сотни ракет в год, на третий год войны дышит с ощутимой одышкой. И попытки облегчить ситуацию с помощью финансовых ингаляций приводят только к временному улучшению, потому что, ну, такие ингаляции могут всего лишь купировать симптомы, но не излечить саму болезнь. Потому что болезнь, на самом деле, и есть сам Путин и система власти, система отношений в общество, которую он выстроил. Система, которая лучше всего умеет создавать иллюзии, в которые верит до поры до времени весь мир. Российская армия вступала в войну второй армии мира. По количеству солдат, по количеству систем вооружений в войсках, по уровням запасов боеприпасов и техники на складах, наверное, была даже первой в мире. Поэтому, сравнивая ее мощь с возможностями украинской армии, все без исключения эксперты в мире были уверены в невозможности Украины противостоять такой мощи. Мы уже не говорим о российских пропагандистах. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Однако с первых часов войны стали понятны и заметны недостатки российской армии. Перемещение колоннами, отсутствие координации между подразделениями, плохая связь. Все это привело к потерям живой силы и техники, сбитым самолетам, отступлению с севера Украины. А впоследствии и поражениям российских оккупационных войск в Харьковской области и в Херсонской области. Частичная мобилизация помогла все эти проблемы купировать с помощью огромных потерь. Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщает, что динамика потерь человеческого ресурса России с каждым годом растет. Говорится, что ежесуточные потери россиян в 2022 году составляли в среднем 400 человек. В следующем году этот показатель возрос почти до 700, а в первой половине 2024-го каждые сутки минусовалось около 900 российских солдат. С помощью этих человеческих ресурсов, хоть и убывающих скорыми темпами, а также с помощью сделанных выводов и новых маневров, Россия смогла добиваться тактических успехов на отдельных участках фронта. В начале лета глава Кремля даже сформулировал так называемую «теорию победы», которая предусматривает, что российские войска смогут продолжить постепенное ползучее наступление до бесконечности, не давая Украине проводить успешные, значительные контрнаступательные действия и выиграть войну на истощение. Тут-то и должен был сработать якобы бесконечный мобилизационный потенциал России и бесконечное количество техники на базах хранения. Однако оказалось, что все не так радужно для Путлера и его рейха. Безумный рост в выплат за подписание контракта говорит о том, что россияне не особо хотят воевать. А финансовая мотивация, которая должна была способствовать набору людей в армию, дабы восполнить ежедневные потери, и правда выросла как на дрожжах. В конце июля Путин издал указ, согласно которому дополнительная разовая выплата за подписание контракта увеличилась с 200 тысяч рублей до 400 тысяч. Вдобавок к этим деньгам регионы также начисляют выплаты добровольцам из своих местных бюджетов. Так вот, им тоже рекомендуют раскошелиться и платить новоиспеченным военным не менее 400 тысяч, а лучше больше. Москва уже увеличила разовую выплату, которая теперь составляет 1,9 миллиона рублей. В Краснодаре платят миллион, в Дагестане 500 тысяч. Словом, кто на что гораст. Однако для многих регионов повышение разовых выплат для добровольцев оказалось не по карману, так что они уже просят Кремль о финансовой помощи или о специальных субсидиях из федерального бюджета. Стоит ли говорить, насколько обременительны эти процессы для российской экономики? Аналитики проекта Ре-Раша подсчитали, что с июля 2023 по июнь 2024 года выплаты российским военным и их родственникам составили сумму эквивалентную 1,5% ВВП. То есть на зарплаты, разовые выплаты за подписание контракта, а также за ранение и гибель было выплачено до 3 триллионов рублей. Кроме человеческого ресурса, все тяжелее восполнять и ресурс технический. На базах хранения техники становится все меньше. За 2,5 года войны было утилизировано тысячи российских танков и бронетранспортеров. И эта статистика неуклонно растет. Асинт-аналитики проанализировали все доступные спутниковые снимки и подсчитали, сколько примерно запасов вооружения осталось у России. Эти данные у разных асинт-аналитиков, если отличаются между собой, то весьма незначительно. В целом картина выглядит примерно так. По состоянию на 2021 год на открытых площадках российских баз хранения прибывало 22 173 единицы разнообразной бронетехники. Это разное поколение танков. От Т-55 до Т-90, БМП, бронетранспортеры. Уже в 2024 году эти запасы драматично сократились. До 12,5 тысяч единиц. То есть на 44%. Причем из этих оставшихся 12 тысяч около 6,5 находятся в плохом или очень плохом состоянии. Согласно расчетов, на складах России вообще не осталось танков Т-90, Т-62, Т-72 и Т-80 еще представлены, но в небольшом количестве и далеко не в лучшем виде. По подсчетам аналитиков, при нынешней интенсивности боев и российских потерь танки на базах хранения РФ могут закончиться к началу 2026 года. Еще быстрее исчерпаются запасы БМП, БТРов и других бронемашин. В целом армия оккупантов уже чувствует дефицит техники. В подтверждение этому появление на фронте отнюдь не милитаристских машин. От так называемых гольфкаров до мотоциклов, квадроциклов китайского и белорусского производства. Все это свидетельствует о том, что России все сложнее сохранять тот же темп пополнения потерь людей и техники, как раньше. Плюс Курская операция ВСУ открыла еще несколько проблем современной России и ее военного ведомства. А для того, чтобы остановить наступление ВСУ, ну как они любят говорить, на старых территориях России, Генштаб РФ вынужден был снимать части с других фронтов. Хотя, по идее, штатная отчисленность вооруженных сил РФ должна была бы позволить справиться с угрозой оккупации исконных русских земель. Теми частями и соединениями, которые существуют или создавались в европейской части России последние два года. Вы же помните, что Шойгу с Белоусовым рапортовали о новых дивизиях и армиях на западе, на севере России. Оказалось, что, как и в других областях, за тонкой стенкой из Папье-Маше – пустота. Помимо этого, сюрприз, сюрприз, оказалось, что те проблемы, которые были в начале войны, с которыми более или менее смогли справиться российские оккупационные войска в условиях позиционной борьбы, никуда не делись при необходимости вести войну мобильную, динамичную. Связь, передвижение подкреплений колоннами в зоне действия украинской реактивной артиллерии. Плюс еще прибавилась одна – нежелание срочников, то есть мобилизованных россиян умирать за Путина. Небывалое для этой войны количество пленных, которые сдавались наступающим украинцам, наверное, но очень приблизительно, в соотношении численность подразделений, оказавшихся под ударом, численность сдававшихся в плен, ну, может быть, даже может сравниться с началом Великой Отечественной. Я не считал, но вот по ощущениям где-то так. Итак, в течение второго года войны мы имеем невозможность накапливать живую силу и обеспечивать армию техникой свыше восстановления потерь, неспособности неумения воевать в современной мобильной войне, нежелание жителей регионов защищаться, как это делали украинцы весной 2022 года, падающее желание заработать по-быстрому, даже при растущих, как на дрожжах, выплатах при подписании контракта. Но говорит ли это все о том, что действительно Россия устает от войны? Обо всем этом и не только мы поговорили с Сергеем Грабским, военным экспертом, полковником запаса, участником миссий НАТО и ОБСЕ. Оставайтесь, будет интересно. Сейчас, по состоянию, на середину 2024 года появилось сразу несколько исследований, в том числе о Синтеров и сразу несколько публикаций от Александра Коваленко, в том числе, среди них прочих, которые говорят о том, что российская армия все сильнее и сильнее накапливает усталость. Усталость. Усталость и недостаток ресурсов, которые вот ее сейчас уже догоняют. Дальше следуют самые разные прогнозы. Год, полгода, два года, три года, там по разным номенклатурам. Но, тем не менее, во-первых, действительно ли вы видите такую тенденцию, накапливающаяся усталость, которая за собой влечет энное количество проблем, возникающих сейчас у российской армии, аккационных войск? Безусловно. Безусловно. Давайте начнем с того, что постулаты, которые у нас учили в Академии, звучат следующим образом, что войну, не бой, а войну, выигрывает экономика. А задача уже военных, задача операторов придать этой победе более-менее удобоваримую форму. В связи с этим возникает вопрос, имеет ли Россия шанс выиграть эту войну, противостояв всему цивилизованному миру в соотношении не один к трем и один к пяти, как в случае с Украиной, пять к одному, вернее, если в случае с Украиной, а один к пятидесяти. Именно такое соотношение внешнего валового продукта Российской Федерации и цивилизованного мира. Один к пятидесяти. Если по простоте говорить, то на один шаг России цивилизованный мир, который уже, по моему мнению, отошел от иллюзии того, что можно как-то договариваться с Россией, мало того, сейчас мы находимся в том уникальном периоде времени, когда все прекрасно понимают, что ни о каком перемирии с Россией речи быть не может. Слово совсем. Так вот, этот цивилизованный мир, раскручивая свои обороты, я понимаю, что нам бы хотелось как можно быстрее их раскрутить. Но, кстати, здесь есть такой фактор, о котором мало кто говорит. Фактор способности Украины переварить то, что нам могут дать. К этому немножко позже. Так вот, цивилизованный мир уже прекрасно понимает, что произошло, что надо делать. И поэтому тут не в России даже дело, а в тех великих и больших величинах соотношениях. Но это если говорить глобально. Опускаясь на нашу грешную землю, ну давайте скажем так. Меня удивляло это несколько месяцев назад, а в последних сводках, которые мне доступны, я читаю такие вещи, которые вообще выходят за грани моего понимания. Противник проводил наступление силами до одного механизированного отделения без поддержки техники. У меня это вызывает, мягко говоря, шок. В принципе, наступление силами отделения – это что-то выходящее за грани военной науки. Может противник себе это позволить на сегодняшний день? Да, в том формате, в котором они воюют, безусловно. Они, наваливая именно массы людей, могут себе позволить продавливать наши позиции на отдельных участках фронта. И в связи с этим, знаете, ну я не хочу сказать, что я украл, я назвал авторов такого наступления. Кстати, вы можете открыть карту Дипстейта и увидеть, что оно полностью описывает то, что происходит. Игольчатое наступление. То есть на каком-то узеньком участке фронта противник пытается продавить наши войска. Сказать, что ему это не удается, я не могу, потому что на этом игольчатом участке фронта он может создать превалирование в силах и средствах 1 к 5, а то 1 к 10. Но поверьте мне, выдержать это невозможно, особенно если по ним работают кабы, пусть бессистемно, но, знаете, я бы сказал так, выпустить 100 кабов и продвинуться на 200-300 метров, это дорогого стоит. Дальше. Война – это как бы философское понятие вызовов и ответов. Так вот, на вызовы, которые получает Россия, она не всегда дает адекватный ответ. На вызов по уничтожению той бронетехники в том невероятном количестве, которым она его использовала, она не смогла справиться с обеспечением своих потребностей. Совсем. И была такая, это тоже, кстати, говорит об усталости Российской Федерации, то есть мы знаем, что темпы расхода танков в Российской Федерации составляют, ну, примерно, можно почитать, до 90 штук в месяц. Это танковый полк. То есть, а за год Россия выпускает новых танков 180 штук. Это два полка, то есть то, что она выпускает с нуля, подчеркиваю, с нуля, она расходует в два месяца. Остальные танки – это восстановленные танки из баз хранения и восстановленные танки после ремонта. Вы знаете, вот когда нам показывают разбитые танки, не значит, что все они окончательно разбиты. Да. Нужно понимать, что некоторые танки ремонтируются по три, по четыре раза и идут в строй назад. И это тоже латанные и перелатанные машины с достаточно низким коэффициентом полезного действия. Мы говорили много раз о том, что Россия как бы наладила выпуск снарядов, и ей помогает Южная Корея и общие объемы, достигая там таких астрономических цифр, которых нет в природе, пяти миллионов. Пять миллионов снарядов действительно Россия выпустила. Но есть маленькое «но». А из чего она их будет стрелять, как говорят в Одессе? Проблема стволов – это тоже об усталости. Проблема людских ресурсов, потому что Россия, попробовав провести мобилизацию, поняла, что это самоубийственный шаг. На одну мобилизацию в 300 тысяч они потеряли одномоментно 1 миллион 300 тысяч рабочих рук. Что очень серьезный удар. Вы знаете, при той массе населения – 140 миллионов. Когда начинаешь разбираться, кто же, собственно, занимается производством, кто создает этот валовый продукт, то оказывается, их не очень много. И уже на сегодняшний день есть огромный дефицит рабочих рук. Это тоже об усталости. Россия просто с феноменальной такой способностью, которая не присуща даже самоубийцам, делает все возможное, чтобы обрубить все корни по поставкам каких-то дополнительных людских ресурсов. Но давайте вспомним, что случилось в Кроку-Сити, и после этого та программа, которая действовала против таджиков и других представителей Центрально-Азиатских республик. Это способствует приросту рабочей силы? Нет, никоим образом. Поэтому Россия сейчас оказывается в таком достаточно отчаянном положении, когда у нее главный фактор войны – люди. Ну, не скажу, что истекает, но как бы лимитируется. Следующий фактор войны – вооружение и боевая техника – не достигла того уровня, несмотря на декларативные заявления о повышении производительности в 3-5 раз. Мы говорим о том, что Россия как бы пытается найти дополнительные источники вооружения и боевой техники, и она пошла с протянутой рукой по миру. А здесь, знаете, тоже действует такой бумеранг, потому что по данным некоторых очень уважаемых источников, Российская Федерация, кстати, вместе с Украиной, сослужила просто очень добрую службу всем в мире, кто не входит в сферу деятельности или взаимодействия с Российской Федерацией. Она выкупила все вооружение и боевую технику советского производства в мире. А переводя на доступный язык, что это обозначает? Это обозначает, что они потеряли рынки технического обслуживания и ремонта этой техники. То есть они потеряли объективно то пространство для маневра, где они тоже могли зарабатывать деньги и зарабатывать неплохие деньги. Но если Украина делает это абсолютно сознательно, понимает свою перспективу перехода, тотального перехода на западные образцы техники, то Россия даже своим этим действием загоняет себя в угол. Россия испытывает постоянные трудности с логистикой, Россия испытывает постоянные трудности с социальной инфраструктурой. И это тоже можно отнести к усталости. Ну, другими словами, например, они называют это инфраструктурным кризисом. Россия выдыхается. Вы абсолютно правы. Я не берусь даже сказать, когда это случится. Это через год, через два. Есть разные методики оценок, но нужно понимать еще, знаете, непредсказуемость того, что происходит в России. Поэтому я очень осторожен в своих оценках, но когда меня спрашивают, как вы видите продолжение боевых действий, я скажу, что в идеальной ситуации война может заканчиваться, предположительно, в 27-м году, не раньше. То есть это тот срок, когда Россия достигнет того минимума, по которому она идет. Если пройтись немножко подробнее, самая больная для нас тема, это, конечно же, тема человеческого ресурса, это тема местных волн, это тема количества людей в России, которые готовы за 22 тысячи долларов из Москвы и за 16 тысяч долларов откуда-то из какого-то Усть-Задрыщинска, пойти воевать, становиться оккупантом, пойти воевать в Украину. Вы говорите о том, что и все признают, да, Путин поднял официальную выплату практически в два раза, тем самым еще взвинтив вот этот вот аттракцион невиданной щедрости, маркетинговый ход покупаем поголовно дебилов, да, дебилов по головам. Насколько, но при этом при всем, мы видим, что все равно людей на фронте у них хватает. Или это не так? Потому что, опять же таки, российские Z-военкоры пишут, что людей не хватает для того, чтобы наступать по-настоящему, а командиры РОД даже не знают свой личный состав, потому что он слишком быстро меняется. Но, Герман, смотрите так. Вопрос не может быть одним словом, что да, они испытывают дефицит. Почему? Потому что нужно понимать первое. В каком времени мы живем? Мы живем с вами в 21 веке. И количество людей как таковое не определяет качество войск, которые ведут боевые действия. О чем я говорю? Мы с вами упоминали о том количестве танков, которые теряет Российская Федерация. И давайте, предположим, хотя бы 50% этих танков она теряет вместе с экипажем. Подготовить экипаж в течение двух недель невозможно. Мало того, они сталкиваются с такими трудностями, поднимая с баз хранения древние танки. Они банально не имеют людей, которые понятия имеют, как этими танками управлять. Я вам скажу честно, я даже такой номенклатуры не помнил. Т-62. Знал, что он когда-то был. Ну, это примерно так, как я не знал, что такое комплекс С-125 Печора. Мы его уже не проходили. Для нас, курсанта 80-х годов, это было уже как бы далекое прошлое. Но это кто-то должен понимать и знать. Их тоже нужно найти. Поэтому, с одной стороны, что мы видим? Дефицит техники, о котором кричат все военкоры. Я специально подчеркивал, что наступление, ну, это даже нельзя называть наступлением, наступательное действие проводится силами отдельного отделения, мотострелкового отделения, без поддержки техники. Да. Что касается того, что командиры не знают своих людей, качество перекрывается количеством. И у российских командиров, у российских политиков всегда было такое ложное представление, что их человеческий ресурс бесконечен. Да. И поэтому меня как-то просто зацепила одна фраза и хватом наших ребят, которые говорят, что в одном полку за два месяца потери составили пять тысяч человек. Я говорю, простите, это невозможно, потому что полк по штату не может иметь такого количества людей. Но потом все стало на свои места. После того, как мне на пальцах объяснили, как выглядит так называемый тараканий штурм. Тараканий штурм выглядит таким образом, что на нашу позицию наступает взвод в количестве 27 человек. От этого взвода остается два или три человека. Причем, вы знаете, как они добрые и по-христиански относятся к своим раненым. Они посчитали, что пуля стоит дешевле, чем жгут или турникет и так далее. От этого взвода остается два человека. Они закрепляются в каких-то развалинах из 27. К ним постепенно, примерно такими же темпами, накапливается дополнительное количество войск и создается перевес в 50 человек, то есть создается группировка в 50 человек, которые вплотную подходят к нашим позициям. Тут внимание, на наших позициях оборону держит 5-6 человек. По нашим позициям ведется непрерывный огонь из артиллерии, кабами и так далее. Эти позиции просто перепахиваются в хлам. Там нечего удерживать, как это было в крынках. Физически не на чем закрепиться. И потом противник наступает. Но соотношение людей 1 к 10, да, оно имеет место, но какой ценой? То есть на позицию, которая удерживает одно наше отделение, они атакуют силами, но как минимум, роты и теряют практически всю роту. Пол роты остается. То есть соотношение потерь очень большое. Вот в чем дело. Объясните мне эту штуку. У меня просто не бьется. Вот эти вот два понятия. Абсолютно искренне говорю. С одной стороны, мы понимаем, есть объективное подтверждение тому, что людей у них начинает не хватать. Иначе, блин, они бы не поднимали эту цену. То есть мало людей не хватает. Но с другой стороны, откуда-то берутся вот эти люди, которые, как вы говорите, тараканьями штурмами похнут, но все равно свои 50 человек не накапливают. Вот где они еще уходят? Где нисходимость? Нисходимость очень простая. во-первых, это вот эта баранья тактика, ну, или тараканья тактика, когда их просто гонят в бой. А дефицит связан с чем? Человек, которому предлагают такие сумасшедшие деньги, он что, с радостью идет умирать или он думает как бы заработать на ипотеку, как бы купить лапу, калину и так далее. То есть его банальная задача выжить и получить свои денежки. Поэтому здесь случается дефицит, потому что, ну, скажем так, с одной стороны командир роты не знает, сколько у него людей, а с другой стороны командир роты за одну компанию может озолотиться. Назначив там какого-то штурмовика старшим помощником младшего писаря ординарца второй роты. То есть вот такой вот, то есть боевой компонент есть и небоевой компонент. То есть вот этот небоевой компонент, которого, ну, командир роты, знаете, а я не знаю, кого послать в бой, а этого, так он не штурмовик, он как бы младший помощник второго помощника третьего писаря, третьего ординарца, пятой роты и так далее. То есть его нельзя послать. Настолько нам имеет смысл обсуждать лирику в виде морально-психологического состояния и мотивации в войск противника. Насколько я могу смотреть по видео, которое они присылают, оно достаточно низкий уровень мотивации. Стоит ли нам рассчитывать работать на это или там, в принципе, плевать на мотивацию, все равно пойдешь и сдох? Я бы не упрощал это. Давайте не забывать, что они находятся под колоссальным влиянием пропаганды. Эта пропаганда, особенно в молодом возрасте, очень сильно мотивирует. То есть тогда, когда человек еще не ощущает важности своей жизни. А мотивация, она именно заставляет их идти сознательно и умирать. Мало того, знайте, это как бы не присуще нам и цивилизованному миру, но для них смерть является одним из очень хороших выходов. Потому что возвращение туда, откуда он пришел, это возвращение в ужас, кошмар и неминуемую смерть, только не такую, которая приносит какую-то пользу его семье. Смерть или в пьяной поножовщине, или в драке, или там привалило на лесоповале и так далее. Это тоже, знаете, является таким элементом отчаяния. Поэтому недооценивать мотивировку противника нельзя. Мало того, ну как бы, мое хобби – это военная история. Я, знаете, с таким напряженным ожиданием жду, когда же они придут к такому решению, которое пришло на ум военным кондотьерам 16-го, 17-го веков. Деньги платятся только после выполнения задачи. То есть это снимает такой вопрос, как, например, сейчас они вынуждены платить деньги, и матушка-коррупция говорит так, что командир придерживает эти деньги до конца боя, а потом все, что как бы на кого нет нужды расходовать, он просто кладет себе в карман. Это примерно, знаете, напоминает те вот фронтовые истории, когда водку давали после боя для того, чтобы иметь больше за счет того, что кто-то там погиб. Тоже такое ценное. Поэтому, к сожалению, к сожалению, с одной стороны мотивация у них невысокая, и мы об этом тоже говорили, что человек, который получил такие деньги, идет не для того, чтобы умереть, а знаете, был даже такой эпизод, о котором с таким диким восхищением говорили русские источники, когда один ветеран умудрился за две недели пропить миллион рублей. За две недели миллион рублей пропить. Вот это мужик! Вот так вот, знаете, живи рванина, как они говорят. Это тоже одно из таких, знаете, мотивирующих, один из мотивирующих факторов. Поэтому мотивация у них есть, и эту мотивацию нельзя недооценивать. Говорить о том, что все они там идут из-под палки в бой, я бы не сказал. Потому что, ну, знаете, каждый из них идет, я просто вспоминаю одного из начальников училищ в свое время, который говорил, даже если я кого-то из вас, курсантов, повешу здесь за самоволку, самоволки не прекратятся, вы будете ходить мимо повешенного и говорить, вот видишь, дурак, тебе не удалось, и мне удалось. Это тоже такое, знаете, извращенное понятие российской ментальности, которое тоже надо учитывать. Поэтому будут они идти в бой, и наша задача, как говорится, не озабачиваясь уровнем морально-психологического состояния этих людей, просто банально их уничтожать. Это биологический мусор, с ними ничего сделать нельзя. Спасибо огромное. Тогда за усталость, за технологическую отсталость, за повышение и далее средств за выплату, потому что каждое 10 тысяч долларов из бюджета, которые тратятся на ЧМОБа, создают нам проблему. Георгий, внимание, они не получают в долларах. Да, 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 каждый миллион рублей, давайте так, да, каждый миллион рублей, выплаченный за голову, за контракт, за подписание контракта, это минус миллион рублей, потраченный на снаряды и на патроны, и на танки. Другой нюанс, давайте тоже к этому осторожно относиться, потому что давайте вспомним Попандопула из свадьбы в Малиновке, бери еще, я себя нарисую. Поэтому, понимаете, это мы с вами считаем доллары, они считают рубли, доллар для них презренная желтая, зеленая бумажка, поэтому здесь тоже речь идет, но это, знаете, они скоро превратятся в фантиков, надо будет платить по 5 миллионов, они будут платить по 5 миллионов. Ну да, уже Набиулина, ну скажем так, ну не все так печально, ни в коем случае я не являюсь пессимистом, я реалист, и Набиулина уже говорит о стокфляции, если на уровне Нацбанка они уже говорят об этом, ну то давайте им завтра объявим по 10 миллионов. Ну знаете, когда на 10 миллионов можно купить коробку от спичек, даже без спичек, говорить о том, так что ждем, когда холодильник, если у кого-то останется холодильник, победит телевизор, если у кого-то останется телевизор. Колосс на глиняных ногах. Образ, я понимаю, избитый, но он довольно точно описывает то, чем является на самом деле Российская Федерация. И в этом состоянии, и в этом образе для России на самом деле нет ничего нового или неожиданного, если так копнуть и ногтиком поскрести, то Россия была таким колоссом и во времена Николая Кровавого, и во времена гонок на катафалках времен генсеков-геронтократов, и сейчас, во времена пляшевого, престарелого кремлевского Дракулито. Не Дракулы, до объемов кровососания Сталина или Ленина Путина еще все-таки далеко, те всасывали жизни россиян миллионами, а это всего-то сотнями тысяч в год. Так, мелкое по российским понятиям Дракулито. Так вот, Россия всегда была колоссом на глиняных ногах, трещины по которым шли сразу, чуть только Россия встречалась с серьезным противником. Германия в Первой мировой, западный капиталистический лагерь в Холодной войне, а то, что для России начало 21 века серьезным противником стала Украина, говорит только о том, что нынче колосс, похожи даже не на глиняных, а на картонных ногах, щедро обклеенных дешевой позолотой с каркасом из нефтедолларов, скрученных в трубочки. И последнее событие в одной из российских старых, как они говорят, областей подтверждает, что слой папье-маше и толщина этих трубочек каркаса не так уже велики. Работаем. Шатаем. До встречи, друзья. В Вьетнаме есть о чем поговорить.